Так, ну как мы смотрим видео с этими штуками, да? Мы просто перематываем, да, вот эту вот воду, где он добирается до этого контейнера, а потом уже всё основное. Спасибо, пицца, за 240 рублей. Чего? Посмотришь? Нет, я не смотрю по заказу видоса, спасибо. Что это? Сударь выходит. Эх! 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 Русский! Прошу прощения, ребят. Нам пришло одно очень загадочное сообщение. Электронное письмо. В нём написано, что вот видео, смотрите. Если хотите, то переводите деньги, и нам отправляют почту ключик. Эээ... Типа это внутри контейнера то, что находится. За содержимое этого видоса с нас требует 50 тысяч рублей. Хитрожопые. Хитрожопые. Но бизнесмены. И куча, блядь, коробок. Очень интересно. Ооо, вода. По-моему, там пустые... Нет, не пустые. Туалетная бумага, я вижу. А туалетную бумагу чего не показали? Там вон стоит рулоны, блядь. Гоида. Гоида. Раз уж пошли по старым видосам, тогда чекни эту базу. Говорю сразу, политика. В тиктоке на него наткнулся. Интересна твоя реакция. Подожди. Ты видишь, мы Масленникова начали смотреть. Я очень внимательно смотрел на видос. Мы постоянно останавливали его, смотрели стоп-кадры. Пытались разобраться, что же находится в этом контейнере. За что мы будем отдавать деньги. Ой, господи, тоже мне деньги. 50 тысяч рублей, пиздец, блядь. Ну вот это сразу. Это вот Масленников тот тип мужчин, которых надо сразу скипать, ребят. С ними вообще даже спать нельзя. Вот. Ну, блядь, ну видите, что он сидит тут, блядь, пытается что-то, это, напрягается, блядь, пытается рассматривать. 50 тысяч рублей по-по-по-по-по требовали всего лишь. А он... Меня заинтересовало. Посмотрите, тут дозаторы находятся. Это либо кафетерий, либо какая-нибудь палатка шаурмы и тому подобное. У меня была шаурма. Я прекрасно понимаю, что эти дозаторы не просто так там лежат. Короче, давай перемотаем. Я не открою. Мы в жопе полнейшую. А если он и... Что за тетрадь, блядь? Просто сразу половина видоса скипнули, ребят, чтобы вы понимали. В середине видоса он только к контейнеру подобрался. Стоят бутылки с водой. В углу вообще мышки мертвые лежат. Что, блядь? Если там нет ничего в этих коробках, мы в жопе полнейшую. Остается только надежда. Да, чувак, это дозаторы. Дозаторы. Слушай, а давай... Я б в офис забрал. Карл Браун, спасибо. Смотри, какие смачные. Шелтый, он настоящий. Они настоящие. Если это попкорн, это одни деньги. Если это шаурма, то там, возможно, лежит вытяжка. Возможно, лежит гриль. И так как шаурма популярна, мы сможем это продать и заработать лавандос. Ух ты. Ну, мы начали разбирать, и это, конечно, было уныние. О! Так, стоп, мы окупились. Хавка, сударю. Ну, какие-нибудь... Педигри. Осуждаю. О-па-па. Осуждаю, да? Пацаны. Трам-пам-пам, держите, на. Кстати, в хорошем состоянии. Камер наблюдения. Ну, ты смотри еще на производителя, они могут быть китайские. Бля, они что, слепые? Я один это заметил? С вами же нормальная камера. Ну, в общем... Вот. Алло. Вы что, блядь, не видите, что висит? Вот оно, ради чего нужно было сюда реально ехать. Вот эти камеры, я думаю, тысяч за 10... Что это, мухобойка вроде нет? Ти, е-маленькая мышка. Только она какая-то широкая. Если все будет работать... А ты как муху ебашить-то надо? Я от миллиона. Доказываю это донатом. Скиф, женись. Ну, Гоголь, извини, конечно, но 120 рублей ни о чем не говорится. Говорят. Ты лох. А и несколько других маленьких мышек вон там. Это ковер. А-а-а, это для ковра, блядь, а не для мухи. Ну, так еще круче. Можно по жопе шлепать. Не, стой, я знаю, куда это надо. Давай сюда. Бля, это скорее всего реально какая-то бывшая шаурмечная, блядь. И это вот все оборудование, оно из шаурмечной просто. Это моя работа обычная, пацаны. Посуды для фуршетов. Только здесь, только сейчас. Подожди, давай мы вытащим, может, макулатуру, не хотите? Давай, давай, макулатуру. Не знаю, вот, может ли стоить вот это что-то? Оно всегда будет стоить, потому что механические весы это хорошая вещь. Тысяча рублей. Так, вот это вот, что это у нас такое? Это печка называется, Дима. О, мне, кстати, как раз сгорела последняя печка. Третья. Я же помню, я говорил вам, что я купил три обогревателя. Два из них сгорели. Вчера сгорел третий, блядь. Пиздец. И как только он сгорел, сразу холодно стало. Сразу же, блядь, похолодало. Да, все. Минус три батареи, блядь. Получается, за три месяца они сгорели. Ужас. Просто ужас, блядь. Западная техника. Да, только вот произведена она в Китае. Ну, да ладно. Ну, а что, я новую купил. Вот 20-го придет, посмотрим, что будет. Нам в отвратительном состоянии. Ну, вот я говорю, здесь какой-то ларек стоял. Ларек, варек, внарек. Готово. Налетай. Сколько это говнище стоило? А, 40 долларов, по-моему, за одну, за один обогреватель. Ну, да. Ну, вроде. Ну, да. Ну, я могу ошибаться, но... Или 70. Мало? Ты бы еще дешевле купил. Так, а чем мне, блядь? Какая разница? Не, ну, я когда смотрел эти обогреватели, там был обогреватель за 800 долларов. Обогреватель масляный? Масляный, yes. Ну, как бы, там было за 800. Но я так подумал и решил, что, ну, пиздец, я блядь, 800 долларов заплатить за эту хуйню. Маслори, да. Ну, вот тебе и разница. Блядь. Ну, ну, блядь, ну, да. Сейчас скажу вам точно, сколько он стоил. Во! О-о-о-о. Стоил он... А, блядь, а я что-то даже внимания не обратил. Тут отзывы хуёвые. Ну, я и дура. 71 доллар. Причём, забавно то, что он в двух цветах продаётся. В чёрном цвете и в белом. Белый цвет дороже. Чё-то я не пон, блядь. Что за хуйня? Ну, в белом цвете дороже на 3 бакса, но дороже. What the fuck? Я почему купил дешёвый-то, кстати? Мне надо было 3 обогревателя. Каждую комнату. Вот. Поэтому... Я же не мог купить 3 по 800. Я же, нахуй, не миллионер, блядь, чтобы обогреватели по 800 баксов покупать. Поэтому мне надо было несколько штук, соответственно. По 70 долларов. Самое то, как бы, да. Ууу! А вот это хорошо. Посмотри, тут одноразовая посуда. А ты не боишься сдохнуть от таких? А каким образом? Не, ну вообще, они бывало воняли. Такой вот, знаете, гарью какой-то жёсткой. Как будто чё-то там у них, блядь, я не знаю, масло это или шо. Внутри начинало гореть. И прям запах такой был. Неприятный на всю комнату. Масло кипит. Вот. Ну пиздец. Реально. Мешки и прочее, это к нам в студию пойдёт. Реально тут тысяча на две всякой херни. Так. Бо... Нет, нет. Нееет. 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 Большой был привкус уныния. Я как-то подрастроился, потому что, да, прикольное приключение было именно со вскрытием этого гаража, но внутри творилась полная ахинея, которая, ну... У меня, это какая-то мега старая шаурмечная годов двухтысячных. Не сулила нам никаким заработком и даже тем, что мы отобьём потраченные деньги. Ну вдруг. Ну вот опять это вот, знаете, интригующая штука. Сейчас что-то там такое. А что же там? А я уже доволен, как и все, кто там присутствовал, потому что мы нашли еду. Да! Да, Олла! Всё в жопу, блядь, не зря. Просрочка, да? Бля, купили говно это! Вот такой находочке, мрады просто расраться! Да ты проверь дату! На! Блядь, барни! Барни, блядь! Орю, чукупал! Папе чу, отправьте! Хайна! Стоп, дожди, Орю, банановый! Ты проверь! Блядь, блядь, блядь! Вот сколько здесь по бабкам? Давай! По сроку годности сколько? 130 рублей стоит одна пачка, ну, вообще 220? 20 барни, сколько барни стоит? Ну, считай, по 150 рублей. Орео вот такое, посмотри, сколько стоит. 354 рубля, отпишите. На 12 мы же. Так, это бууха, но мы всё это сожрём, стоп, а мы всё это сожрём и так покупаем. Что это? Так, вот это вот то, что я и хотел увидеть здесь по-настоящему. Наступает главный момент. Я вижу вот этот вот особый металлический блеск. Металлический блеск техники для общепита. Что это? Что это? Я не знаю, но, судя по визуалу, это какой-то прибор кухонный. Ну, это логично. Наши находки. Дай бог, дай бог, Стан, кто скажет, что это дорого. Что это? А ты просто потрогал мою руку? Да, 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 да. Не скажу, что мне неприятно. Раз, два, три, опа! Господи, блядь, что за хуйня? АПЖП2, аппарат жаркий, пончиков два. Был бы у вас первый, он был стоил дороже, у вас второй. И во-вторых, он, бро, сломан. У него нет ножки. Состояние убогое. Ты про меня или надеешься, что про меня? Бро, вот если мы будем его юзать, ты просто посмотри, что внутри. Мне кажется, так вот он и... Слушай, там это, как бы, это мермистином было бы работать. Охереть, вот это! А я купился! Отыграй. А скажите, пожалуйста, а вот это вкусно вообще или нет? Ну, если сахарная пудра, то да. Ааа, стоп! Это вот эти абрыганы, что ли, маслянистые? Бааа! Я на секунду подумал, что это вот вкусные вот эти вот красивые с заварным кремом. Что вы ржете? А я думаю, каким образом с помощью вот этой херни... Получается вот эти красивые пончики. Получается вот это! Что за магия Иисуса там происходит вообще это? Ага. Они готовить собрались, что ли? У меня такое чувство, что... Она же сломана. Так, вскроем мы этот сейф или нет сейчас? Давай, 200 градусов. 200 градусов сразу? Угу. Вааа! Если масло закипит, значит мы сможем производить на нем пончики. А это в свою очередь будет означать, что мы срубим за него лавандос. Кстати, это моя баночка. Сударь. Да это сарчуга написано. Сударь и сударь. А, по сути, это какой-то фиг с креслом. Ага, это кресло, я понял. Ну-ка! Первый. Ааа! Стоп. А, блядь, я думал это орешки еще и... Орешки в сгучонке, я вообще развалился здесь. То есть делать орешки тебе не так сильно нравится, как их поглощать. А, стоп, это аппарат для орешков? Да. Она новая? Аааа! Блин, ребята, все в жопу, мы это не продадим, я себе заберу. Так что все, это прикольная штука. Пару тысяч она стоит, мне кажется. Так, друзья, сейчас главный вопрос возникает, что же вот это такое? Не тряси, вдруг там что-нибудь это самое. Стеклянное? Так оно, наверное. Это, мать его... Палочки. Палочки. Это, мать его... Гримм. Шоточка. Это, походу... Это не рад. А, реально гримм. Окей, понятно. Ну такая хуйня... Ну да. Ну что, уважаемые подписчики, во-первых, подрешитесь на канал. На мой телеграм-канал, буду очень благодарен. Понимаете, ребят, это что за песня? Севен Дейс? Опять. Я начинаю все меньше и меньше радоваться сладостям в какой-то момент. Сука! Сука! У него через два дня от своего годности выходят! Срочно! Это что? Это столько севен Дейсом пропадет! Так, давай, это отправляем в мусор. Блин, как жалко. Мусор зачем? Мусор. А жизнь нас не уйдет! Бля. Вода тоже просрочена. Только не горишь? Иди сюда! Я перебираю продукцию, какая-то просрочка и проще. Сейчас у вас жопа загорится. Готовы? Давай. Открываю пакет и там Вася! Так, друзья, вот тесто для пончиков. Да ёб твою мать. Мы выливаем вот эту массу. Оно может приснуть в лицо? Не должно. Ключевое слово, что эксперт сомневается, не должно. И всё, я нажимаю, и получается снизу выкакивается пончик, да? Да. Раз, два, три. По***ть! А где пончик-то? Это вода вышла. Кто воду там оставил? Там не вода, там масло вышло, значит. Холодное масло сейчас попало вот в раскаленное масло. Она могла быть в вагоне сейчас. Смотри, мы сделали креветку. А это всё, что выдавилось? Это всё, что выдавилось. Вы понимаете, что он не проталкивает тесто, он просто освобождает для него место. Потому что оно должно быть жидким. О, пошёл! О, пошла жара! Я в туалете такие шкуни делаю. Ты заметил? Я сделал два пончика и они закрыли друг друга. Так отойди. П***ц весело. Давай сейчас делаю пончик, бро. О! Всё, идеально, забирай, 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 уводи, уводи. Это разве пончики-мирашки какие-то? Нет, ну это выглядит красиво. Это выглядит красиво. Это как зажаристая жопка куриная, смотри. Ооо! Бля! У нас какие-то классики. Взвесно доработать, как бы. Брат, эээ, пожалуйста. Попробуй? Да по.. Сколько стоит? А, эээ, не херня, а АПЖП2 стоит 35 тысяч. Но! Он бэушный, сломанный. Ну, я 50% бы скинул. Ты шестнадцать отобрал бы. Чего, блядь? Вот за эту хуйню 16 тысяч? Да ты что, блядь, серьезно? Я перебираю продукцию, какая-то просрочка и проще. Сейчас у вас жопа загорится, готовы? Давай. Открываю пакет и там Вася! Раз, два, три, Санцуночка! Просрочечка ты хотел сказать, наверное, нет? Юнику, спасибо тебе большое. Ого! А это что такое у вас лежит? А это, это все нам? Ребятки, на! Охренеть! Недобрый кол. А кола настоящая. 10 штук по 24, 240 банок. У нас тут кока-колы. Столько же примерно, твою мать, это нормально стоит. Ну, в нынешнее время это прям стоит много, я бы сказал. А в срок годности? Ну, блядь. Ладно. Похоже на какую-то гигантскую трубку. Я так и знал. Что это? Чел, это фен огромный. Из бассейна выходишь, голову туда засовываешь? Да, да, да. О, это башня строя, блядь. Что делает фен в ларьке с едой? Кола, парни, все логично. Вот это, что это здесь лежит? А может, это трубка Гендальфа? Это шлем большого полицейского. Визуально очень странный ОМОНовец, да? Здравия желаю, предъявите документики. Лапа и хвост, вот мои документы. Ты что, обкурился, что ли? А ты? Так работает? Я чувствую, что мы нормально окупимся. Но, по крайней мере, у меня такое ощущение, что деньги мы не выбросили просто так. Так, опа. Я назнул за Coca-Cola, как бы, да. Бойлер. Это в офис. Сколько он стоит? Плюс-минус. Ты в шаре, по-моему, у тебя с такой... Там жизнь, друзья. Я бы... Там жизнь, друзья. Где? Посмотри, там плесень какая. Это мер из этого, из «Люди в черном», когда он в карточках открывается. Славься, Джей! Славься, Джей! Славься, Джей! Славься, Джей! Фу! Я не успел разглядеть. Ты видел бусы? Чувак, ты сейчас тебя басаешься, держи. Килька в томате! Да ладно! Я килька? Нет, ты шпрот. Килька, я тебе говорю, вот она! Гриль роликовый. Это для тупых особо написано. А можно, чтобы во всех контейнерах сразу вот такая была штука? Точно! Разверни. Это для сосисочек! Раз, два, три! А, а! Фу, блядь, какая-то грязная. Ну, сегодня мы, наверное, будем точно готовить с тобой хот-доги, потому что, чувак, эта штука для сосисок. А ты думаешь, я так не догадался? Что же? Конечно, это было. Не только тут нас. Мне нужно понимать, сколько это стоит. Тысяч пять. Это стоит нихуя. В таком вот виде пять тысяч рублей. И то, наверное, с тобой поторговался. Давай. Нормально, угадал. Пять тысяч? Это, в крайнем случае, в таком состоянии. Да я не готовился первый раз. Смотри, это в ужасном состоянии. Это сосиски, наверное, были с какой-то начинкой, потому что они прижалились, и никто даже не херачил после того, как приготовил. Ну, это экспертная... Ну, так можно вы приготовили. Бензином, заправка, заправка. Эх, сосиски! Я все такой дома. Тектура гриле, прям сразу на сосисочке. Блин. Так, это реально ж говно все на сосису мою идет. Друзья, мне кажется, вывод очевиден. Наш эксперт дал свое мнение относительно стоимости этого аппарата. Максимум пять тысяч рублей. Более того, мне кажется, что он явно не в лучшем состоянии. Поэтому, скорее всего, мы просто просрали на нем деньги. Это точно. Сука! Я бы хот-доги не стал сейчас есть. Ну да. Блять. А я б съел. Ты сейчас ешь как говно, конечно. Охуевшая. Блять, не в***йся. Что вот это такое? Я херово знаю. Очень жестко. Блять, за несколько секунд до того, кто здесь м***. Да я не знаю. Ты что? Ребят. Это кукурузные палки, все? Да, блять. Да ладно, столько кукурузных палок. Кукурузные палки. На. Твою мать. Хру, хрустый. Срок годности, шесть месяцев с даты изготовления. Все, сдохли они. Это просто просроченная огромная... Короче, блять, это гараж Артема Вульфа, походу. Я не знаю. Он ему решил масленького втюхать, блять, просрочку за 50 тысяч. Я вообще в шоке, блять. Развели как дурачка. Кукурузных палок. О, стоп. Продали какое-то старье, ебаный, какая-то техника полурабочая, нерабочая, грязная, вонючая. Холодильник с плесенью, продукция вся эта, тоже вся просроченная уже с плесенью. За 50 косарей, блять, развели, реально развели. Ребят, миксер. Как моего, блять, витек зиме. Косарь. Не, ну это хуйня вся какая-то. Чувак, я знаю, что такое. Миксер для коктейлей, на. Это в офис умол... Стоит. Это вы наследил духа? Не по... Блять, тоже косарь. Блять, я не понимаю, это аппарат для коктейлей. Молочные коктейли в единичном варианте, мне кажется, используются очень редко, потому что, мне кажется, при потоке людей вообще неудобно делать один коктейль. Но, сразу тебе скажу, это у нас Валикс, и хочу тебя обрадовать. Он стоит 1000 рублей. Ладно, что... Ээээ! Ты что, ты, блять, попрошу? Бля, я думал, я опять отгадал. Да ёп твою мать. Да у меня инфаркт в жопу произошёл. Новый, он стоит 7 тысяч. Где-то за пятёру его можно продать. Он в более лучшем состоянии, чем вот была гриль. Да какого хрена за такое дерьмо 5000? О, стоп, 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 друзья. Я нашёл кнопку крутения. Вы посмотрите, какой тут сосочек. Суперку, потрогай, потрогай. Видели эту микроэмоцию, да? Ему тоже понравилось бы. Ну ладно, давайте какие-то коктейли и шабанём тогда хотя бы. Так, сначала надеваешь. О май. А он что, разлетит сейчас? Нет, не должно. Он уже внутри. О, да не, нормально. Ну, блин, козырно, если честно. Ну, выглядит стилёво, знаешь, если бы несколько поставить... Помянет. Какая отвратительность. Чтобы все последующие контейнеры... Не, ну он рабочий, мы проверили. Ты спереди за него поймешь. Понятно. В жопе. Всё, это последний было? По-моему, мы с ним... Рэй и бомб. За... Выпишите. Пять читать только те объекты, которые вызывают интерес и имеют ценность. Хуйня. Хуйня, не контейнер. У нас получится... Следующий результат. А, 52 тысячи. Да! Уже! Уже! Блядь, только вот одна проблема. Они говорят, мол, 52 тысячи, да? Но они же всё равно это нахер никому продать не смогут, скорее всего. Вот кому будет нужна вот эта вот старая сосисочная херня грязная? Кому нужна вот эта вот старая боссыная для коктейлей, там, молочных, вот эта вот мешалочка, блядь, непонятная? Мне, 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 ну, ну, конечно, блядь. Поэтому я даже не знаю, ну, типа, хз. Помыть и норм. Да, блядь, за такие деньги проще добавить ещё пару косарей, новую взять. По босик! Ну, не прям по босике, ну чё я, блядь. Но! Мы в плюсе. И самый главный момент. Всю продукцию, которую мы обнаружили... Я, знаете, чё я обратил внимание? У Масленникова какой-то тут взгляд поменялся. Он стал каким-то грустным, вам не кажется? Уставшим и грустным. Обратила вот внимание. Да-да-да, вот как у этого смайлика, вот, в чате. Который, как он называется? Хехсадги. Вот это вот как от Масленникова. Так как у неё не вышел срок годности, мы также можем продать. И продать её можем вот за эти бабки. Что-то невероятное происходит. Мы в плюсе на 55 тысяч 200 рублей. А если подвести итоги вообще по всему проекту контейнеры? Я напоминаю, что в предыдущем выпуске мы, наконец-то, вышли в плюс. На 800 рублей. 800 рублей, а тут... Короче! Итог таков, что все эти контейнеры... Разводняк вонючий. Бессмысленный. И он нахер не нужен, короче говоря. Ну, как бы реально, блядь. Но я в любом случае хочу когда-нибудь, когда-нибудь, попробовать контейнеры здесь, в Америке. Но здесь они тоже присутствуют. Они тут тоже есть. И кто его знает? Что здесь будет? В США на этом зарабатывает дурачок. Я ей говорю, долбоё, блядь. Что надо в Америке пробовать. Зато эмоции... Ну, нихуя себе эмоции за 50 тысяч рублей. И это ещё дешёвый контейнер был. Продолжение следует...